Недавнее интервью Джо Байдена журналисту ABC, а также его падение на трапе самолета, говорят о том, что нынешний американский президент с большим трудом справляется со своими обязанностями. Свою негативную роль играют и непростые отношения США с Китаем, Россией и европейскими союзниками, пишет газета The Wall Street Journal. Кабинет Байдена испытывают на прочность не только большие международные игроки, но и ряд менее значительных вызовов доминирующей роли США в мире. Так, раздаются угрозы ракетного удара по Вашингтону из Тегерана. Северная Корея готовится к новому испытанию ракет большого радиуса действия. Афганский Талибан, запрещенный в России, угрожает установить после ухода из страны войск США, власть исламистов. В Мозамбике развернули активность связанные с ИГИЛ, запрещенная в РФ организация, отряды, в Беларуси растет подавление демократических сил, власть военной хунты в Мьянме все также прочна. Все эти провалы можно отчасти отнести к недостаткам внешней политики Джо Байдена. Ситуацию усугубляет и то, что Москва и Пекин уверены в скором и неизбежном упадке США. И убедить эти страны в обратном нынешней президентской администрации будет непросто. Отношения с рядом ключевых союзников в ЕС также оставляют желать лучшего. Это выражается, в частности, в угрозах Вашингтона санкционными мерами юридическим лицам, поддерживающим строительство Северного потока-2. Кроме того, погруженная в свои экономические проблемы и в борьбу с коронавирусом Европа не способна на деятельную поддержку США. Еще одна проблема кроется в том, что кабинет Байдена не настроен на создание альянсов при помощи либерализации торговых правил на мировых рынках для укрепления сети союзников Соединенных Штатов. Демократы, впрочем, как и республиканцы ранее, не готовы к торговым преференциям для выстраивания миропорядка на основе превосходства США. Многие ожидали, что с уходом Дональда Трампа на международной сцене произойдет разрядка, однако ситуация в отношениях ведущих стран, напротив, усугубилась, подытожило издание.